Самокатчиков в Беларуси могут приравнять к водителям. Планируется запрет на езду в пешеходных зонах плюс ограничение скорости до 25 км в час. Средства персональной мобильности, которые двигаются быстрее, будут считаться механическими и потребуют регистрации. Проект указа для обсуждения появится на правовом интернет-портале с 12 по 27 сентября. В кинотеатре «Товарищ» прошел премьерный показ картины «Культурный код». Это документальный игровой фильм о государственных символах Беларуси. На показе присутствовали представители Бобруйского горосполкома, Городского совета депутатов, учащиеся в учреждении образования города. Несколько сотен участков дорог республиканского и местного значения до конца этого года будет капитально отремонтировано в Беларуси. В общей сложности это свыше 4000 км. Улучшить логистику регионов и увеличить интенсивность грузоперевоза – главная цель масштабных работ. Белшина стала применять особый металлокорд при выпуске легковых шин всех моделей. Применение нового материала дает ряд преимуществ. Во-первых, снижает массу шин более чем на 3% с сохранением прочностных и эксплуатационных характеристик. Во-вторых, повышает долговечность. Третьих, расход топлива автомобиля снижается до 2,5%. 14 сентября в Бобруйске пройдет велопробег, приуроченный ко дню народного единства. Старт на улице Еловики от братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Начало эко-движения в 10.00 присоединиться может каждый желающий.